Керамика ручной работы – она не про ровные линии и безупречное нанесение глазури. Она с недостатками, со своими трещинками и неровными изгибами. Она такая, какой ее создал мастер. А мастер – это в первую очередь человек со своим настроением, своими печалями и невзгодами, своими радостями, своим видением и понятием ровности и правильности. Выставка «Керамические истории», которая развернулась в стенах Брестского краеведческого музея, тому подтверждение. На ней представлена порядка 100 работ юных ребят образцовой студии декоративно-прикладного искусства «Кроки», которая работает при Центре дополнительного образования детей и молодежи. И у каждой своя керамическая история. Мы занимаемся керамикой. Это лепка натуральной глины. Творим, созидаем, создаем прекрасные изделия. У нас студия занимается глиной природной. Это такой пластичный материал, он очень податливый, очень теплый для рук, скажем, для моторики. Поэтому с ним легко работать. Но есть свои нюансы, своя специфика, конечно, есть. Поэтому дети занимаются с разного возраста, от 6 до 19 лет. И, конечно, первые шаги более простые, более изделия, какие-то, может быть, такие плоские, более образные. Чем старше, тем более работа сложная, скульптурные формы нарабатываем. Такие уже массивные работы, коллективные можем делать, серии работ. Детей, конечно, это большой шанс себя показать, какой-то итог своей работы. Что мы работаем не просто, скажем, для себя, домой на полку, в подарок кому-то еще и на конкурсы. Это большой шанс, чтобы как авторов их увидели, что не могут себя заявить как авторы в городе. У нас они экспонируются, ну, сотрудничаем мы второй раз с этой студией. Ну, понятно, что работы каждый раз новые. И иногда возникает вопрос, почему именно сектор природы и экологии. Ну, глина – самый настоящий природный материал, поэтому все связано с природой. Кроме того, работы тоже в основном изображены разные животные, птицы, растения. То есть все с природой связано, как бы мы не хотели отвлечься от нее. Марина Туровская в студию «Кроки» пришла шесть лет назад вместе с подругой, но познакомившись ближе с таким материалом, как глина, осталась здесь и по сей день. Сегодня девушка создает уникальные работы, по-своему магические и не похожие на другие. Мне вот стала интересна тема природы. Мне захотелось взять насекомых, потому что они разнообразные. Можно использовать разные фактуры, разные цвета. У них очень много деталей, и я в таком возрасте, что я могу все это проработать, правильно сделать. И опираясь на фотографии, вот я как раз сделала эту работу. Веселые и милые персонажи, хранящие в себе целую историю с характерными героями книг и фильмов. Удивительно добрые инопланетяне, фантастические обитатели суши и воды, необычные задумки и творческие проекты студии. Эти и другие работы можно увидеть на выставке «Керамические истории», где каждая работа юных талантов выполнена из природной глины в разных техниках, декорированы глазурями, красками, цветными стёклами и смешанными техниками. Мне очень приятно работать с глиной. Это успокаивает, расслабляет. Вот, поэтому я выбрала керамику. Эта работа на страницах летописи, на ней изображена девушка. Её мы делали два урока на областной конкурс. Мне больше всего нравится моя работа «Крыльчиха», потому что её я делала на республиканский конкурс. Мне кажется, она получилась у меня красивее всего. И она попала на республиканский этап. Это работа просто милого, застенчивого дядечки. У него в руках зеркало, и он как бы не в самой лучшей форме, и из-за этого он стесняется. На неё у меня ушло, ну, где-то на лепку, может, занятий три, ну, и одно занятие, чтобы покрасить. Нравится, что все мои знакомые и все люди, в принципе, могут увидеть, чем мы занимаемся, и познакомиться с нашим творчеством. Осталось совсем немного времени, чтобы успеть посетить выставку «Керамические истории». Ведь она продлится до 10 июня. Успейте полюбоваться необычными магическими и завораживающими работами, чтобы потом в памяти остались удивительные «Керамические истории». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok